Здравствуйте, спасибо за вопрос, за то, что дали возможность. Меня зовут Фарида Рустамова, я корреспондент русской службы BBC. У меня вопрос такой. Четыре года назад, когда вас спрашивали мои коллеги о родстве с вашей младшей дочерью Катериной Тихоновой, вы сказали, цитата, что ваши дети не занимаются бизнесом, политикой и вообще никуда не лезут. Ну, с тех пор ситуация как минимум изменилась. Компания «Напрактика», директором которой является Катерина Тихонова и учредителем которой является государственным бюджетным учреждением МГУ, за прошлый год заработала полмиллиарда рублей. Компания «Намека», доля в которой есть у вашей старшей дочери Марии Воронцовой, на деньги компании «Сагаз» строит одну из крупнейших клиник сейчас в Ленинградской области. Этим двум женщинам в бизнесе помогают ваши старые друзья, чиновники госкомпании. Мы видим, что этих двух женщин очень часто стали показывать по телевизору. Их имена, ну их уже все знают, все знают их внешность, это такой секрет по Лишинелю. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы признаете, что они ваши дети, и когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров? Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное, но упомянули какие-то их личные доли, упомянули объем этого бизнеса. Вы же этого ничего не сказали, вы просто обозначили факт, а этого недостаточно. Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее, и вы поймёте, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой, и кому там что принадлежит, и кто что помогает. Вопрос с инопрактикой, он уже фигурирует давно. Это инициатива ректора университета Московского государственного. Насколько я себе представляю, поскольку я представитель попечительского совета МГУ, связано это с желанием, мне кажется, с абсолютно законным и правильным желанием наших высших учебных заведений сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодополучателей внутри российской экономики. Редактор субтитров А.Семкин